всем здравствуйте у меня сегодня последний доклад и я прослушала все предыдущие доклады и поняла насколько мы в России далеки еще от того что происходит в Европе такое ощущение что мы в каменном веке честно говоря и вы сейчас это поймете после моей презентации что такое южный берег финского залива это 180 километров от Санкт-Петербурга до границ Эстонии береговая территория что у нас здесь находится в Ленинградской области это особо охраняемые природные территории такие как Кургольский заказник Лебяжий заказник причем и Кургольский и Лебяжий это водно-болотные угодья международного значения охраняемой Хельсинской и Рамсарской конвенциями также здесь есть региональный заказник Котельский и первый в России муниципальный заказник Поляна Бианки но южный берег финского залива это не только ОПТ особо охраняемые природные территории но это и люди причем люди местные жители в том числе коренные малочисленные народы ингерманландские финны водь и жора которые жили здесь столетиями и жили они в гармонии с природой сейчас представителей этих народов осталось очень мало на слайде видно да что например носителей языка осталось менее 20 человек что вот что и жора причем эти народности они воспринимали природу как партнера и они разумно подходили к использованию потреблению и брали только столько сколько было нужно и у них не было перерасхода и они воспринимали природу как неотъемлемую часть жизни и идентичности так называемого культурного кода что сейчас происходит с ними их компактное место компактное проживание сохранилось на Сойкинском полуострове который как раз выходит на южный берег финского залива как видно на слайде вот нынешняя ситуация пока такая на самом деле уже семимильными шагами приближается вот ситуация ближайшего будущего здесь получается оранжевая это деревни а такое серо-коричневая серо-коричневый фон это опасные объекты это промышленные объекты и такое варварское по отношению к природе и к людям захват территории как видно все деревни с двух такое кольцо берутся и жители здесь даже видно абсолютно отрезаны ближайшем будущем совсем будут от берега финского залива какие же негативные последствия от вот такой тотальной окружающей индустриализации ну во первых это необратимое разрушение природных памятников и традиционной среды обитания народы вводь и жора и генераланские финны они жили всегда за счет рыболовства и рыбопереработки сейчас же рыбоперерабатывающие заводы которых было здесь на территории 5 они все закрыты один работает еле-еле также идет прямой вред священным местам моральный вред душевные страдания люди вынуждены из своих мест традиционного проживания переезжать в более безопасные таким образом теряется связь народов с местами коренного проживания вот например как какие последствия от работы терминала по перевалке минеральных удобрений вот там на побережье видно да здесь загрязнения также происходит и вырубка лесов причем вырубка лесов такая тотальная и соответственно здесь происходит разрушение природных ценностей и возобновляемых ресурсов таких как лес рыба и все промышленные объекты они строятся впритык к существующим поселениям таким образом люди отрезаются от финского залива и не могут сохранять традиционный уклад жизни это нарушает и конституцию россии это нарушает и права человека в том числе права коренных жителей на сохранение традиционного уклада жизни в местах традиционного проживания также это противоречит принципам устойчивого развития оон и в этом месте неизбежен социально-экологический конфликт на южном берегу финского залива сейчас есть два мощных промышленных кластера один из них это атомный кластер в районе города сосновый бор он находится в 33 километрах от санкт-петербург от границы санкт-петербург это место беспрецедентно на балтике по количеству по концентрации атомных объектов здесь находится 10 атомных реакторов здесь находится хранилище отработавшего ядерного топлива здесь находится крупнейший в европе завод по переплавке радиоактивного металла и и другие объекты причем сейчас должны были строиться третий и четвертый блок новой атомной электростанции и в июле 21 года должны были пройти публичные слушания но они не произошли но не потому что так все хорошо а потому что весь резерв и ресурс брошен на строительство атомных электростанций в других странах например в турции и в египте но дело в том что в 25 году выработает свой ресурс 45 лет реакторы на лаэс атомные электростанции 1 и и к этому времени не будут построены замещающие мощности и придется продлевать ресурс который уже исчерпан таким образом весь балтийский регион находится под угрозой под угрозой аварии радиационной это вот проблема значит следующий кластер это индустриально-логистический кластер или портовый он занял южную и юго-восточную часть сойкинского полуострова сейчас там построено 18 терминалов и планируется еще расширение до мыса колгампиа и в соседнюю копорскую губу здесь существует угроза химического загрязнения из-за разлива нефтепродуктов здесь постоянно шумовое и световое загрязнение также здесь планируют раньше планировали но по-моему от этих планов еще не отказались строительство грузового терминала грузового вернее аэропорта напомню вам что здесь в четырех километрах находится рамсарская территория кургольский заказник причем это ключевая орнитологическая одна из ключевых орнитологических точек на пути миграции птиц сезонных миграций то есть и весной и осенью здесь летят тысячи водоплавающих птиц вот одна из безумных идей построить здесь грузовой аэропорт также что еще здесь у нас на самом юге кургольского заказника совсем недавно проложен газовый газопровод нордстрим 2 это проект газпрома причем он был проложен на юге кургольского заказника несмотря на многочисленные активные протесты экологов общественности экспертов и несмотря на то что эксперты и экологи отстаивали другие альтернативные варианты которые бы не затрагивали водно-болотное угодье международного значения но нет все равно он здесь был проложен нарушая и международные обязательства и российское законодательство так вот помимо существующих здесь промышленных объектов масштабных о которых я рассказала здесь прямо сейчас строится крупнейший в мире газохимический комплекс опять же от газпрома здесь будет завод по сжижению природного газа завод по переработке полимеров и также еще один терминал в порту услуга для сбыта продукции завод планируется между двух заказников это вот кургольский заказник который говорил рамсарская территория и котельский заказник площадь 900 гектаров и примерный бюджет это 3 триллиона рублей помимо того что будет вырублено гигантское количество леса сюда планируют привезти 70 тысяч иностранных рабочих 30 тысяч из которых будут китайцы остальные турки значит эта цифра 70 тысяч это в 10 раз больше чем количество чем численность населения местного то есть здесь будет такое социальное напряжение то честно говоря сложно себе пока представить и в связи с этим эстонско китайская граница ну ситуация на ней нас беспокоит как и местных жителей и экологов и экспертов и это уже получается не просто такой промышленный объект а это геополитический вызов и первое первый запуск первая стадия планируют закончить в двадцать четвертом году уже сейчас здесь возмущаются жители потому что начало строительства сопряжено с бардаком беспорядками здесь 24 часа в сутки снуют камазы здесь рабочие они ночуют в подъездах рабочие прямо в деревнях на обочине и живут и ремонтируются и много дорожно-транспортных происшествий и также здесь нет очистных сооружений эффективных работающих нету построенных городков куда мы могли приезжать и рабочие то есть вроде бы многомиллионный проект запущен но ничего не подготовлено для этого и сейчас таким задним числом на коленке что-то пытается исправить в том числе здесь страдают и коренные малочисленные народы например водь которые живут в деревне лужица компактно проживают и прямо по границе с кладбищем которым 500 лет прямо по границе проходит собираются прокладывать дорогу по которой будут ездить грузовики в общем такая у нас тут ситуация и послушав предыдущие доклады просто мечта наша мечта чтобы мы спорили о вариантах туризма которые можно было бы развивать на берегу потому что у нас тут вот такие вот проблемы если подытоживать какие же у нас современные вызовы на южном берегу финского залива ну вот тотальная индустриализация которая говорила разрушение традиционного уклада жизни который жил который был в гармонии с природой и разрушение особо охраняемых природных территорий наличие портов атомной электростанции заводов все это стимулирует бизнес предложения по ввозу по балтике ресурсов которые с помощью атомного электричества будут перерабатываться и поставляться на мировой рынок рынок в чистом виде при этом южный берег финского залива получается является таким транспортным коридором и местом где размещаются крупные крупномасштабные промышленные объекты здесь на южном берегу финского залива нет комплексной оценки воздействия на окружающую среду местное население не имеет реального голоса при продвижении экологически опасных объектов и у нас нету механизма для учета интересов и для взаимодействия властей бизнеса и общественности проблем много что же делать что мы предлагаем ну во первых это следовать новому плану beltixi action plan который был принят в прошлом году где как раз внедряется этот план требует внедрения принципов морского пространственного планирования а также зонирование территории то есть где можно где можно строиться где нужно охранять природу где нужно развивать рекреацию сейчас у нас в россии все упирается законодательство вернее в отсутствие закона о морском пространственном планировании и в отсутствие органа который бы политического органа законодательного исполнительного который бы отвечал за морское пространственное планирование причем законопроект уже есть и он Он находится в Думе, но он там застрял. Что еще нужно сделать? Нужно создать межрегиональную экологическую лабораторию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области для ведения мониторинга состояния экосистем наземных и морских. Провести стратегическую оценку воздействия на окружающую среду. Затем, чтобы понять экологическую емкость территории и чтобы принять решение о возможности или невозможности дальнейшей антропогенной нагрузки на эту территорию. Разработать региональные законодательные нормы для большего вовлечения заинтересованных сторон в процесс морского пространственного планирования. И два последних. Это связано с международными обязательствами России. Ратификация ЭСПО-конвенции о воздействии на окружающую среду в трансграничном контексте. Очень важно ее ратифицировать, потому что сейчас она не ратифицирована, и российский бизнес имеет такое преимущество в разрушении трансграничных природных территорий. Последнее. Это подписание и ратификация Орхурской конвенции о доступе к информации, политическое участие общественности, принятии решений, доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Вот такие шаги мы предлагаем для решения социально-экологического конфликта, который назрел, и, честно говоря, ощущение, что он скоро рванет, на южном берегу Финского залива. На северном берегу тоже проблем хватает. Насколько я знаю, про северный берег будут рассказывать на третьем дне нашего берегового университета. Вот такая ситуация на южном. Так, все, по-моему, да. Спасибо. 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 Спасибо.